Когда душа постигает, что сокровенная жизнь Бога воплощена в евангельских заповедях, она приблизилась к началу истинной духовной науки, науке богообщения. Отсутствие цельности души – причина ее неудач в поисках Бога. Такую цельность не обрести на широких дорогах суетного мира. Только Бог может собрать душу воедино и преобразить ее до полного уподобления себе. Но лишь при условии, что она стремится к нему решительно и бесповоротно. В марте 1967 года преподобный Паисий возвращается на Афон в Эверский скит. Ну а теперь он поселился не в сырой каливке в глубине оврага, где была большая влажность, а в своем сарайчике на солнечной стороне, недалеко от Кириакона скита. Жизнь сырой каливки, как он сам говорил, произвела контрольный выстрел в голову его здоровья. После этого выстрела он так тяжело заболел, что батюшка Тихон благословил ему личное обследование в больницу, где после трех месяцев подготовки к операции ему почти вырезали одно легкое. Затем его подключили к дренажному аппарату, который отсасывал лимфу из его раны. И еще целый месяц на аппарате, который сам Паисий назвал мучилищным, ему пришлось жестоко страдать. А после этого антибиотиками он серьезно повредил желудок и кишечник, что теперь для него стало еще большей проблемой. Почти полгода он провел в больнице, признаваясь в огромном уроне, который он почувствовал. Я чувствую себя как рыба, которую вытащили из воды. Вся эта история с больницей отбросила меня как минимум на три года назад. Я стал самым настоящим духовным банкротом. Лежа в больнице, он много раз собирал свою торбу, чтобы уйти. Но благословение батюшки Тихона останавливало его. В больнице его не волновало, останется ли он жить и будет ли он здоров. Нет, он боялся, чтобы не стать обузой для ближних. «Послушай, как ты думаешь, после операции смогу ли я сам себе стирать?» – спрашивал он доктора. Удивляясь, доктор отвечал, «Да вокруг тебя столько народу вертится, и все ищут, чем бы тебе услужить, а ты спрашиваешь о каких-то пастерушках». И действительно, за эти месяцы преподобный стал известен не только всей больнице, но и всему городу Салоники. Бог открыл таким образом свое сокровище людям, и огромное количество людей приходило в надежде поговорить с преподобным. «А чтож Владимиром правит то покидание Афона приравнивается к потере целомудрия. Но многие святые, тем не менее, уезжали и много раз с Святой горы Афон. А мы же не знаем, как Господь устраивает их жизнь. Но вспомните, что пишет преподобный Никодим Святогорец в службе афонским святым. Многие люди из разных отечеств прибыли подвязаться в удел Божией Матери, почему? Потому что они поверили словам Пресвятой Богородицы. Каким словам? Что тот, кто прибудет на Святой горе и не выйдет отсюда, тому я сама прибуду и Питательница, и Защитница, и Владычица, и Игумения. И он здесь все будет иметь, а потом и Царствие Небесное сподобится. А в честь суда я сама буду предстоять за него, чтобы ему отпустились грехи. А вот есть такой взгляд на монашескую жизнь Афона. Преподобный Паисий Святогорец переселялся много раз и по Святой горе и выезжал на Сенай в другие места. Промысел Божий вел его своими особыми путями. Хотя у нас на Афоне даже есть такая притча. Можешь переселяться сколько хочешь с одного места в другое, но только не покидай Святую гору. И наконец в монастыре, когда монахи постригают великую схему, то священник его спрашивает, готов ли ты умереть на месте своего пострига. И постригаемый должен дать клятву, что он готов. А ну подвижники и святые часто выезжали. И Паисий Святогорец, и Герасим Кефалоницкий, и много других. Здесь особый промысел Божий. А ну в таких случаях святые всегда имеют от Бога указание, что им нужно переехать в какое-то место. Это не самовольные переезды, это не путешествия. А там же преподобный познакомился и с сестрами, которые мечтали создать свой небольшой монастырь. И он пытался им помочь, ведь он на своем опыте хорошо знал, как нелегко приходится в миру людям, стремящимся к монашеству. А сестры взяли на себя заботу о больном, а после операции сдали кровь для переливания. Вернувшись, ставший родной ему иверский скид, преподобный с умиротворением воскликнул. Оно снова здравствует пустынническая жизнь. А молитвенная жажда, так долго не находящая выхода, побуждала его надолго уединяться в своем сарайчике или уходить в стенистое чаще леса. Простые лесные цветы своей неброской красотой трогали его сердце до слез. Истаскалавшаяся по природе душа жадно насыщалась красотою Божьего творения. Над широким иверским ущельем привольно рели ласточки, а их мелодичный щебет перекрывала из лесу чарующие тени соловьев. С вершины хребта доносился неугомонный голос кукушки. Красота чистой природы быстро вернула преподобному силы. И как только он немного окреп, в первом делу он отправился к своему духовнику, батюшке Тихону. Слишком много накопилось за этот год нерешенных проблем и вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прежде всего нужно было узнать, есть ли благословение создавать женский монастырь. а главный вопрос постепенно становилось ясно, что преподобному нужно искать новое место с сухим климатом. был также еще один тонкий вопрос, который мог решить только батюшка Тихон. когда преподобный готовился к операции, его сосед по койке умирал, но священника не могли найти нигде. А больной с невыразимой тоской взирал на старца Паисия и спрашивал его, «Вотче, а ты не мог бы меня поисповедовать?» Простой человек не знал, что монах, одетый в подрясник, не может совершать таинство исповеди. Наконец он замолился, «Вотче, я чувствую, уже из меня выходит душа, неужели я умру не раскаянным?» Что было делать Паисию? Его сердце просто разрывалось от жалости. Тогда он попросил выйти всех из палаты и выслушал непростые грехи умирающего. Преподобный Паисий не знал, правильно ли он поступил, и нужно было исповедовать это старцу Тихону. И действительно, когда он изложил это все старцу Тихону, то духовник наложил на него трехлетию эпитимию, которую по своим грехам должен был нести умерший человек. А старец Тихон посоветовал преподобному Паисию подыскать место перед горях Афона, который он хорошо знал, в скиту Василия Великого или на Катунаке. И это были именно сухие, теплые места, очень подходящие для монаха Паисия. А вопрос о женском монастыре сильно озадачил батюшку Тихона. Дело в том, что в это же время и с таким же вопросом к нему пришел иеромонах Агафангел, второй его ближайший помощник и духовное чадо. Так что оба самых любимых и близких духовных чада, монах Паисий и монах Агафангел, задали старцу одновременно один и тот же нелегкий вопрос. А нужно ли им помогать женской обители? Ответ батюшке Тихона был необычным. Одному он строго запретил, а другому благословил. Молодому иеромонаху Агафангелу он запретил даже думать о монахиних. А отцу Паисию благословил создание новой обители, сказав, что на это есть воля Божия. Молодому иеромонаху Агафангелу тогда было всего 25 лет, и его родная сестра, монахиня, пригласила его один раз послужить в ее монастыре. А где он очень понравился и игумене, и всем сестрам, и они попросили в него помощи, а они умоляли его остаться в их монастыре священником. А тогда я был одним из самых молодых монахов Иверона. В 23 года меня рукоположили в диаконский сан, а в 25 лет я уже был иеромонахом. Хотя на Афоне не принято рукополагать до 30 лет. И моя сестра попросила меня стать священником в их обители. Но батюшка Тихон категорически запретил мне это. Когда он услышал мою просьбу, он безмерно опечалился, понимая ту опасность, которой я подвергнусь. Он тогда сказал, «Детка, это очень опасно. А как это молодой монах может жить в женском монастыре среди монахинь? Нет тебе благословения даже и видеть монахинь?» И передай игумене, что нет благословения монахиням причащаться у молодого иеромонаха. А монах в женском монастыре – это огонь за базухой. Это как пожар. А все знают, кто такое афонские пожары. Субтитры создавал DimaTorzok А вопрос преподобного Паисия о создании женского монастыря был решен. И в Сурете появился женский монастырь. А теряя целомудрие, человек всецело обрезает свои духовные горизонты. И если для мужчин такая потеря частично исправима, то для женской природы это совершенно невосполнимый урон. Поэтому в новом монастыре девушки содержались отдельно от женщин, познавших семейную жизнь. Женщины, потерявшие целомудрие, прислуживали паломникам, трудились в Архандарике. А девушки, сохранившие целомудрие, вообще не показывались на любопытные глаза приходящих. Они, как невесты Христовы, трепетно хранили свое целомудрие и свою детскую чистоту. Тело этого монастыря находилось неподалеку от Афона в горном селении Сурете. А душа и сердце этой обители всецело пребывали в келье Честного креста, а потом и в Панагуде. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вам вот что хочу сказать Современные люди сделаны совершенно из дорогого теста Их даже и сравнить нельзя с теми, кому сейчас 50 Они полностью погружены в интернет И уже многое в жизни пробовали Часто и наркотики, и алкоголь, и блуд Почти все они были непослушны родителям И считали это нормальным И если ты такого молодого послушника заключишь в обычной рамке То для него вынести это окажется невозможным Таких в глубине души больных людей Можно только постепенно и постепенно Затягивать в настоящую монашескую жизнь И накладывать на них аркан И часто это должно быть много лет Когда они смогут прийти к истинному послушанию Старец Тихон последний раз видел женщин в своем детстве Но он хорошо знал, что это за существа По рассказам паломников Все проблемы женщин начинаются на кончике языка Говорил старец И очень важно не дать женщинам превратить Высокое призвание монашеской жизни В какое-нибудь социальное служение Женщинам обычно свойственно помогать И они стремятся нести социальное служение Если они так думают Остав монахинями То лучше им оставаться в миру Ведь монашество это нечто большее Чем просто помощь Это бесплотная жизнь Ангельская жизнь Превыше естества А солнце с напами голодых лучей Высвечивало лесистое Иверское ущелье Сияющее яркими солнечными пятнами Весь Иверский скит вместе с морем Оказался одним огромным храмом С зелеными колоннами деревьев А куполом был бездонный голубой небосвод В котором разгоралась яркая разноцветная радуга Душа преподобного срадовалась творению Божию А сердце его занималось от боли Он чувствовал, что больница подвела черту Большому и важному периоду его жизни Теперь все больше людей искало его И все труднее становилось ему найти уединение Поиски места с сухим климатом Привели отца Паисия На пустынные Катунаки В середине июля 67-го года Он поселился в келье Которая располагалась в самой северной части Катунак В заброшенном пустынном и уединенном месте У добра никогда нет отказа А у зла никогда нет пощады Оно зло может жить только в тени добра А что такое тень добра? Это люди, утратившие это добро Милость Бога к нам Открывается монаху вначале Как суровая десница Божия Не дающая обрести покой во зле А затем эта милость открывается Как рука любящего старца Которая покрывает И выводит нас из области зла А если мы доверимся ей То эта рука Божия Обнимает нас уже как рука Любимой матери Которая мастерия Которая мастерия Возвращается к морской области А если мы доверимся Которая мастерия Которая мастерия Субтитры создавал DimaTorzok